Во многих современных смартфонах уже есть возможность ручной настройки экспозиции камеры, одним из параметров которой является выдержка. Сегодня мы разберемся, что это такое и какие творческие эффекты можно получать с помощью длинной выдержки. Выдержкой называют то количество времени, на которое открыт затвор камеры и свет попадает на матрицу. Выдержка измеряется в секундах и в долях секунды. Чем меньше времени открыт затвор камеры, тем она короче и наоборот, чем дольше, тем она длиннее. Короткая выдержка нужна для того, чтобы заморозить движение объекта. С ее помощью снимают спорт, детей и животных. На длинной выдержке можно снимать очень крутые творческие сюжеты, такие, например, как световые полосы от автомобильных фар, плоская гладь воды без малейших волн, размытые облака или проходящие люди. Это размытие объектов на фото создает динамику, тем самым снимок становится более интересным. Для съемки на длинной выдержке лучше использовать штатив, чтобы фото не размывалось полностью. Большой штатив как для зеркалки вам не нужен. Существуют маленькие компактные модели специально для смартфонов. К тому же ножки у штатива гибкие, это позволяет закрепить его практически в любом месте и в любом положении. Но если у вас нет штатива, можно попробовать зафиксировать смартфон с помощью подручных средств, будь то камень, перила или любой другой объект. Современные флагманские модели смартфонов оборудованы камерами со светосильными объективами. С одной стороны, это очень хорошо. Благодаря высокой светосиле можно фотографировать в темное время судок с рук, без смаза и получать четкие и резкие фотографии, не перенасыщенные шумами. Но с другой стороны, это определенный минус. Так как при съемке на длинной выдержке вы рискуете получить сильный пересвет даже при съемке ночью, а про фотографирование днем на длинной выдержке вообще не может идти речи. Частично эту проблему можно решить, установив какое-то затемненное стекло перед объективом камеры. К примеру, я использую стекло от обычных солнцезащитных очков. Благодаря затемненному стеклу ты сможешь сделать выдержку немного длиннее, но незначительно. К тому же такой метод может негативно сказываться на резкости фотографии. Также существует специальное приложение, имитирующее съемку на длинной выдержке. Они делают серию кадров и потом склеивают их в один снимок, за счет чего получается эффект смазывания движущихся объектов. В Huawei P9 есть отдельный пункт в стандартном приложении камеры для съемки на длинной выдержке. Здесь есть несколько режимов для съемки проезжающих машин, световых граффити, размытой воды и звездного неба. Плюс к этому всему есть простые ручные настройки камеры, где ты сам сможешь установить то время выдержки, которое тебе нужно. Ты смотрел школу мобильной фотографии на канале кадр.ком? Подписывайся и ставь лайк! Субтитры создавал DimaTorzok